Дорогие друзья! Сейчас все, сейчас подопишем. Добро пожаловать в наш канал! Прошло расслабиться. Мы приветствуем вас на последнем в этом учебном году заседании комитет и увеличение аномальных людей. Русского диагностического общества. Сегодня состоится дабыта, дарная встреча Владимира В. Харжатой. Но традиционно я вначале сделаю объявление и поздравил очередных новорожденных. Значит, первое объявление. В августе, в начале августа, примерно ориентировочно с 1 по 8, будет проходить традиционный взлет комитии нашей вместе с общественной организацией «Космоколы». Значит, мы каждый раз проводим на новых местах, где эти места охватывает нашу пока Бенинградскую область. И в этот раз взлет планируется у Череменецкого хозяйства. подробную информацию о том, где и как будет проходить взлет, сделает нам Елена Анатольевна в основном. Основное у нас ответствие по организации этого взлета. Но могу сразу сказать, что взлет планируется вместе с проведением экспедиции. То есть обычно мы проводили слезы, езжали за разные ухологи, за разных городов, проводили лебинарные заседания, делали доклады. А в этот раз будет параллельно организована экспедиция, приезжающая аномальные зоны, когда Череменецкое озеро само по себе является аномальным зоном, где проявляется НЛО, уголовение. Но экспедиция будет приезжать на озеро Трехово. Оно более аномальное, менее ухологическое, но такое же и директор. Ну и прежде чем предоставить слово Владимиру Треховичу, мне бы хотелось поздравить нашего текущего экспединика. Сергея Викторовича Кутилова, с днём рождения, пожелать ему здоровья, успехов в жизни, семейного счастья, ну и, конечно, быть таким-то активным, творчески активным. Он единственное, что много открывает, в том числе от нам на погоде. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как говорит, мой товарищ тронет, очень тронет, но не против. Спасибо, Артем. Очень приятно. Вы так не делаете. Жалко, что днём рождения не раз в году. Вам спасибо. Не тронет, которые вы знаете, наверное, будете здесь в том, но спасибо. И в детстве, и за... Да. Спасибо. Значит, дорогие друзья, сегодня необычное у нас заседание. Это не просто, как сказано в плане, презентация книги, где нужно аналогов, аргументы у пороги Владимира Георгиевича, это встреча с метров у пороги, с академиком нескольких различных академий наук, прежде всего, российской академии естественных наук, доктора философии, кандидата технических наук. Игорь Петрович, не доктора философии, доктора философских наук. А, вот так. Извини, это существенная поправка доктора философских наук. Извиняюсь. Аплодисменты. Преща, продолжающая потому, что она у нас разговаривалась, так получилось, что 20 в плане стояло, но, наконец, встреча состоялась, и мы сегодня надеемся услышать очень интересный родовок в Павлоке. Я должен подчеркнуть, что Владимир Петрович, как фигура, наверное, не в право ни о сомнении, но в роде, от истинной гуфологии, это человек, к которому стекается уфологическая литература, авторская от истинных уфологов и зарубежных. Он лично переписывается и встречается со многими уходами, в том числе с горубежными, бывал на многих горубежных конференциях. Короче говоря, это человек, который гучен флагологических событий. И не только потому, что это Москва, а именно потому, что он такой человек, в котором входит социальная литература, он в курсе всех навига, и ему не очень как-то оттенить перспективу развития уфологии. Ну, а то, что уфология наукой нас дали становление, я думаю, что у нас ни у кого сомнений нет. Итак, не будем задерживать встречу с Владимией Георгиевичем. Слово представляется Владимиром А. Ж. Ж. Львовичем, господин. Спасибо. Благодарю за то, что вы пришли заранее, потому что мы в конце времени не останемся на этом. Хорошая погода стоит, тепло, в природе, к сожалению, не в обществе. По поводу ремарки, которую я позволил себе в данном выступлении Игоря Петровича, в этом докторе философских наук аттестован высшей межакадемической аттестационной комиссией, легитимность которой утверждена Министерством юстиции, защищенной салитацией на тему концептуальной основы по дороге, в состав ученого совета входили 7 докторов философских наук. В зале есть люди, я тоже хочу об этом сказать, которые оспаривают правомерность присуждению ученых званий научно-общественными организациями, допустим, такими, как высшая межакадемическая аттестационная комиссия. Это не государственное образование, в отличие от высшей аттестационной комиссии. Но парадоксы состоят в том, что за рубежом нет ваков государственных, подобных наших. За рубежом нет системы, когда чиновник может завернуть диссертацию, которая была опробирована судом присяжным, скажем, семью, как таками наук. За рубежом нет такой системы. За рубежом давно поняли, что прозрачность и открытость и вынесение на срок научной общественности – это главное, что должно доминировать в оценке научных достижений. Я вам хочу сказать, что государство – не главный игрок на социальном поле. Государство, которое мы с вами избрали через Думу, ну и так далее, и так далее, через эту систему политическую, наш слуга, которым мы боимся управлять. Я сейчас закончу с этими политическими делами, а потом займусь управлять, потому что все это взаимосвязано. Ну, например, когда выбирали президента, за него проголосовало свыше 60% избирателей, которые пришли. А 40% не пришли. Нет, а 40% не проголосовало из тех, кто пришли. А пришли тоже 60% только. А 40% вообще не появились на выбирательном участке. Простая арифметика показывает, что президент, допустим, наш, так же, как и Дума, избрана на 36% на схеме. 64% не проголосовали за президента и за Думу. Вот и подумайте, каков баланс сил в нашем мире. Поэтому общественное признание, оформленное легитимно, оно является достойной нацелем. За рубежом есть ученая степень доктор философии. Это примерно наш, не для одного. Здесь не сейчас. Да, это ступень уже была, но и пройдена в 66-м году, когда я ощутил ученую степень в институте океанологии на тему вопроса теории применения подводного гидроакустического поиска после того, как успешно плавала подводная лодка с Ильяна. Что интересно, дипломы, которые не дает ВАК Министерство образования, не прошли государственного патентования. А диплом, который имею я, не дает Всероссийская, высшая, междуакадемическая акциональная комиссия, они имеют патенты. Только в нашем государстве может быть вот такая ситуация. Но мы обязаны считаться с раскрытой. И более того, я хочу вам сказать, что сила общественности, если она организована, если она организована в гражданское общество, она неоглима. Все революции совершались на общественном начале. Любые смены, так сказать, власти. Поэтому пренебрегать общественным признанием мы просто имеем права. И особенно уфология, которая пока развивается за счет усилий, энтузиазм, научных общественников. Я попытался в книге, о которой я буду сегодня говорить, в конце поплакаться в жилетку по поводу того, что уфология у нас не финансируется. И я написал о том, что есть способ как получить финансирование для уфологии. Для этого надо уговорить пришельцев, чтобы они похитили лаборатора коней. С возвратом, конечно, потому что собачка ни в чем не виновата. и тогда на утро немедленно Министерство финансов выделит деньги, определит, будет определён главной институт, который будет заниматься по-другому фологии, ну и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, это единственное место, которое реализация не пропустила вот в этой книге. Значит, я хочу немножко представить вот эту книгу, поговорить о ней, а потом поговорить полаганом, что присутствующие здесь в достаточной степени, хотя бы я написал книжку одну, и мне не все в достаточной степени это свет, вот, твёрдо стоять, хотя бы, на уфологической платформе такой среднего инвеса. Вот, поговорить о некоторых точках роста, по которым может развиваться уфология. Ответить на вопросы, подискутировать. Значит, вот книга. Обычно да, 706 страниц, 750 грамм, значит, если не стаж и вес, можешь служить средством самозащиты, какая ёмкая, издана, сейчас скажу, издана, тиражом 5000 экземпляров, первое издание, второе издание, 4000 экземпляров, третье издание, опять 5000 экземпляров, сейчас. Книга называется «Феномен Вене Лоо», «Аргументы и куфологии». Авторы Владимир Ажажа и Владимир Забилышевский. Владимир Забилышевский, к сожалению, не дожил до момента выхода этой книги. В начале работы над книгой он позвонил и сказал, что он просит его вычеркнуть из состава автора. Я говорю, в чём дело? Да вот, я как-то не сказал, что он смертельно болен рак борово. Это был заслуженный по логике человек, создававший приборы, инженер, электронщик. Но у нас специалистов с высшим образованием по логике не упускают. Поэтому каждый образованный в основном человек, который понимает значимость этой проблемы, он имеет право в ней участвовать. В разработке этой проблемы. Вот он участвовал. Умер. Вот здесь на задней странице окошки редакция опубликовала дифференды в адрес авторов и в своём рекламном раже допустила неточность. То, что вот здесь это всё редакция, то, что внутри значит это вот авторы. назвался меня, что будучи командиром подводной лодки, я видел это. Значит, летают вверх внизу лодок, но этого не было. Вот. Ну и там всякие другие вещи случились. Поэтому на это не обращайте внимания. Значит, эта книга в нашем раздорном и она задумывалась как монография. Как известно, монография это широкий обзор узкого вопроса. Значит, для этого пришлось поднять много литературы, порассуждать на эту тему. Родилась книга. Первым делом хотелось обозначить реальность. вот поэтому она и содержит пять простых глав. Первый глава реальность. Там приведены факты, которые не позволяют уже идти за одним ходом. Реальность. Раз они есть. Второй раздел воздействия. на живую жизнь и на нематериальную составляющую. Третье особое воздействие контакта. Четвертое энергетика. И пятое мотивация. Это рассуждение откуда, да что и как и заканчивается она доктрины уфологической безопасности. У меня ощущение, что книга состоялась. Всякий раз, и это наверное правильно, чем дальше будешь от начала, от замысла, понимаешь, что можно было кое-что сделать по-другому, что вот здесь там какой-то огрех, и так далее, но в журнале «Наука и жизнь» через месяц выйдет рецензия доктора физико-математических наук, профессора факультета кибернетии Московского государственного университета, но это такое каноническое, строгое черное заведение. Эдуару Горьковичу Смольякову и я для того, чтобы закончить представление этой книги, я зачитаю эту рецензию. Началось с того, пишет Смольяков, что коллеги МДУ обратили мое внимание на анонс рецензируемой сегодня книги, сделанной в журнале «Философские науки» номер 9 2005 год, там она была анонсирована. И вот сейчас я завершу лечение. Книга, содержащая 700 страниц относительно мелкого шрифта, сначала пугает своим объемом, но по мере ее чтения все более и более улегает. Причем настолько, что оторваться от нее оказывается просто невозможно, как превосходно написанного романа. Поскольку мне себя хвалить неудобно, я это делаю чужими устами. Дочитав до конца, начинаешь сожалеть, что она закончилась. Опус содержит богатый документальный материал, в отношении истинности которого у меня не имеется сомнений, поскольку в 90-х годах 20-го века мне по роду деятельности довелось познакомиться с большим числом копий с документов за разные годы, предназначенных только для президентов и высшего эшелона власти Соединенных Штатов Америки, из которых следовало, что НЛО это реальность, скрываемая на протяжении десятилетий хорошо разработанной системой безинформации, призванной убедить в обратном не только прессу и население, но и специалистов. По этой причине большинство даже ведущих физиков Соединенных Штатов и остального мира остаются за бортом крайне засекреченных исследований НЛО. Вы понимаете, вот спрашивают, почему нересекречиваются материалы в этой группе? Почему нересекречиваются кто-то и что-то? Пока будет оружие, будут секреты. И все эти вот претензии, они совершенно не состоят. Работы по изучению строения НЛО в США ведутся очень узким групп специалистов на основе почти десяток потерпевших в разные годы крушения, но не разрушившихся НЛО, включавших даже живых астронавтов инопланетян, пишет он, и биороботов. Здесь можно привести, получивши широкую огласку, пример катастрофы НЛО 20 января 1996 на окраине бразильского города Вернджина, свидетелями которой и последовавших после нее поисков полицейскими, пожарными и военными, бразильскими и американскими, части из оставшихся живых и разбежавшихся в кавычках астронавтов коричневого цвета, безвластного крова, с тремя постными образованиями на голове и выпущенными красными глазами, стали сотни жителей этого города скрыть властями и прибывшими на место катастрофы американскими военными, факт этой катастрофы стало невозможным. Советскому Союзу и впоследствии России в отличие от США не удалось захватить ни одного потерпевшего бедствия НГО, а приходилось довольствоваться лишь мелкими их осколками. В книге, состоящей из пяти частей реальность, воздействие, контакты, энергетика, мотивации, авторы уфологи со стажем выступают в строгих рамках объективности, как свойство реальности быть независимым от субъекта, а также способности субъекта фиксировать реальность как независимую от него и его познания. И хотя человек не создает природные объекты, он в силу своей развитости выявляет многое их типы, с которыми его предшественники дела не имели. таковы неклассические объекты современного естествознания, в которые особняком вторглись в НЛО. Пока человечество не знает продуктами и результатами чьей деятельности они являются. Вот тут товарищ подошел один и говорил об инопланетях. Почему об инопланетях? с какой планеты? Кто доказал? Не похоже на нашу? Поставьте положение студента дуземцев, которым попал в руки компьютер. Глупости, нонсенс, какие-то понятия. Генетис их неизвестен. Давайте будем корректны. ей пресс помогают догматики от науки, которые, пренебрегая диалектикой развития знания, полагают уфологию лженалуной, в то время как она переживает бурное становление, перерождаясь из вне научного знания от людьми уже научного знания научного. обосновывая статус уфологии, авторы трактуют вненаучное знание, как не вписывающиеся в жесткие каноны научной рациональности, а также представляющие собой способ освоения действительности, отличный от науки. Масса знаний получила вне науки, сама нова родилась в средние века. Причем критерием научности является эксперимент повторения. В то время как ниже чего в жизни повторить невозможно. Эксперимент один отвечает эксперимент два. Всегда. Так же как не бывает двух одинаковых подписей. Но я вам хочу сказать дальше. Ну если ты вот дальше пишешь смотри смотри бог. Значит в культуре помимо науки существуют другие системы, дающие информацию о мире, в рамках которых рождается специфическое знание, до поры до времени игнорируемое сообществом ученых, которое затем актуализируется, расширяя границы науки. Происходит трансформация знания, оно из вне научного превращается в научном масса людей привело знания вне науки и прекрасно существовало пока научно вооруженные миссионеры скажем там где-то немцы и венки не появились там и не споили людей которые жили для этого так сказать на базе приобретенного благоприобретенного оборота. Итак, сегодня уфология вырастает по мнению авторов многоаспектную широкомасштабную науку. Ее формат не соответствует мелким планам к примеру телевизионного шоу. В Москве вне три раза в неделю звонят с просьбой выступить на телевизор. У малахова ни в коем случае я однажды выступил выездил ни к чему не обязывающую фразу и показать меня в руках. Да, я сказал, что больше я туда не ходил. Как только я слышу слово ток-шоу гибель когда я слышу слово культура моя рука нажимает на пусковой ключом. Вот когда я слышу слово ток-шоу я всегда отказываюсь. серьезные передачи типа ухода под воду там луна иная реальность и так далее это там я вот принимаю участие. концептуальные основы ухода предсередуют на полноправное философское направление. Хочу вам сказать, журналист философской науки открыта рубрика философии непознанного. Пишите туда если кто-то захочет выразить свои результаты и мнения в философском контексте. Я руководил эту рубрику. Авторы полагают что на фоне многих событий изменяющих нашу жизнь люди еще не осознали главного изменения. Наиболее важным открытием за все время существования человечества является факт перманентного воздействия на биотехносферу Земли цивилизационной системы иного чем человеческий разум. Одним из проявлений которого является феномен НЛО и так называемые пришельцы. Смотри философские науки номер такой-то 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 налоговедительский такой-то то-то 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 авторы вот это мы авторы обеспокоены планетарной по масштабам угрозой исходящей от значительной части пришельцев превратили по сути человечество в свой резервант. Принципиально отличие организации и взглядов цивилизационной системы иного разума на устройство мироздания определяет весь комплекс ее поведения в отношении человечества. В книге приводится большое количество достоверных фактов касающихся присутствия земного и пришельцев на земле и агрессивного поведения части из них в отношении всего живого, включая многочисленные случаи очищения людей и растерзания животных смолеков лежит ради их биологического строения. Но я как автор с этим не согласен. Может быть ради рациональной добычи каких-то необходимых жизненных компонентов. Причем даже в случаях отсутствия злого умысла со стороны некоторых видов пришельцев в отношении животного и растительного мира земли их летательные аппараты создающие вокруг себя чрезвычайно сильные электромагнитные поля напряженностью в несколько миллионов вольт на метр приводят к вокальному вдоль траектории полета разрушению атмосферы земли и вивили растительности с последующим мутационным ее изменением места в посадке. Используемый же НЛО мощные лучевые вспомог боевые системы лишь отдаленно напоминающие лазерные поскольку в них лучи распространяются по прямой как все известные нам лучи постепенно рассеивающиеся на большом расстоянии а втягиваются и вытягиваются на любое желаемое расстояние наподобие выдвижной антенны обладают огромной разрушительной силой сравнимой с действием атомного оружия а возможно и превосходящий ремонт что демонстрировал СНГО многократно и в частности во время войны во Вьетнаме где НГО за мгновение мощным лучом уничтожил дивизион советских ракетных установок в ответ на попытку сбить его с помощью ракеты существу не способны это сделать на лекции духовное и психофизиологическое управление людьми реализуется искусно чтобы не вызвать занижение самооценки комплекса неполноценности и самосознания и жертвы автора беспокоены агрессивным недоверием многих серьезных людей и в первую очередь ученых дезавуирующих программу НГО открывая этим шлюзы и для средств массовой информации итак главным стимулом создания книги послужила тревога за наше будущее и гражданская обязанность автора обратить на это внимание соотечественных вторая задача познавательная практически вся книга посвящена филоменам пластической науке объяснения о негурочах держась в русле информационной эпохи авторы опираются на психологию виртуальных реальностей логику нелинейных процессов философии нестабильных состояния гибридные построения и композитные научные дисциплины развивая философию непознанного развивая философию непознанного невидимого и вытесняя традиционную философию борьбы философии взаимодействия вот здесь я хотел бы сделать свой акцент и развивая и вытесняя философию борьбы философии взаимодействия марксизм и лимитизм научил нас философии борьбы наша страна живет по устаревшей философии борьбы вместо философии взаимодействия что происходит внутри и снаружи когда мы поссорились с ближними и тайными благодаря философии борьбы что происходит внутри когда мы берем друг друга благодаря философии борьбы которая давно отменена и должна быть вытесена философия взаимодействия основа философии взаимодействия выгодили недавно в цвете книги человек его сознание его необычные возможности местных мирозданий будущей безопасности которые проходят в изложении красной нити книга заканчивается доктриной уфологической безопасности которая передана мной на прошлой неделе в академию проблем безопасности обороны и права порядка это не та академия которая зарегистрирована в Петербурге и которая предлагает улабо а та которая в Москве которая которая примечает действительно наш президент которая генерал-полковник Шевченко которая ставит серьезные вопросы ну и так далее важное составляющее понятие дно психофизическое воздействие как правило бесконтактно с ее помощью жертвам очевидцам любым людям внедряется информация дезинформация блокируется память и жизнедеятельность организма и его системы с помощью этого же информационного оружия реализуется тотальный контроль за людьми и воссоздание воображения человека любого события выясняется что пришельцы скобка гуманоиды не являются ведром проблем ни другого а лишь сателлитами вот эти пилоты а лишь сателлитами киберами биороботами в невидимой иерархии мы не знаем кто управляет этими объектами интересный момент в книже там написано когда по мере удаления от НЛО пришельцы которые якобы управляют ими теряют силу и их можно брать водой руками вот такие случаи не всегда а какие значит элементы есть в книге анализируется одна из целей иерархов в кавычках массовая генная инженерия генетическое ускорение реализация программы технологической улучшенной людей наших потомков упрощительный знак вариантом которых могут являться дети и дико другой вариант решается с помощью миниатюрных чипов имплантированных людей люди носящие чип соединение биологии и искусственного интеллекта сами того не предполагая превращаются в киберметический организм а человечество в общество киберметических отдельностей потрясает факт обнаружения Антуана Лефевра чипа размером 12 мм в черепе Неполеона Антуан Лефевра получил разрешение скрыть в пантеоне гробницу Неполеона она там была как матреша из многих сохранений его интересовало соотношение умственных способностей гениального императора с его антопометринским данным ростом и так далее и так далее и когда он получил доступ изнутри к черепу то он ощутил полипивая вот эта поверхность диск металлический генетром 12 мм когда стали поднимать географические хронологические данные на природу так по косному наросту этого чипа выявилось что он был внедлен примерно в 1794 году в биографии Наполеона на этот период приходится его отсутствие трое суток он имеет отсутствие даже никто не знал где после этого кривая девяти Семьи Наполеона резко пошла вверх ему принят слова «Мною управляют высшие силы если если они покинут меня меня можно убить золотой» примерно в 1710 году Семьи его потеряли пребывая пребывая в постоянном состоянии житейско-бытовой неопределенности люди люди не задумываются о том что находятся в тенетах в тенетах или в тенетах как это великий русский язык в тенетах планетарного шантажа реального мира сосуществования Семьи Человек как миниатюрный Вселенная выступает в качестве звена космических процессов причем звена внуков несовершенных находящихся под гнетом внешних и внутренних деструктивных сил над которыми не власть могут спросить о чем вообще идет речь мы же этого не замечаем хорошо мы не замечаем постоянно работающая система космического предупреждения Семьи Атлантического Блока но рад каждый час фиксирует 10 каждый час 10-12 неопознанных летающих облетов ежегодно в мире бесследно исчезает порядка двух миллионов человек в России ежегодно исчезает порядка ста тысяч человек из них 70 тысяч милиции списывают на криминал на несчастные случаи а 30 тысяч остаются неизвестными я вам хочу сказать мы все время провели мониторинг в Ростовской области в одном из районов группа пропала за год сто человек группа там Петров бандюк во всем известный вычеркнули Сидоров извините здесь есть такие фамилии Сидоров пьяница в 10-м поколении вычеркнули Васильев пролитанский образ жизни учитель исчез начинается поиск выясняется что в этот момент была активность неопознатки дающих объектов вот в Ростовской области косвенно никто не верит косвенно значит вот и таких насчитывается скажем на 100 человек 5 в Якутии 5 с половиной то есть грубо говоря 5% от похищенных вот они могут могут проходить по этой статье авторы считают что нет доказательств того что этическое развитие цивилизации или индивидуума адекватно уровнем их материального состояния технологического и научного развития силе надчеловеческого сверхтехнологического иного разума воплощенного в изощренном обмане паранормальных и других возможностях противостоит сдерживающей великой силы духовности человечества и хотя этот баланс условен и хрупок авторы оптимистически верят в силу человеческого духа и нашего будущего книгу завершает доктрина уфологической безопасности где перечислены основные цели исследовательской работы управления НЛО и сформулированы методики защиты населения земли от НЛО вся приведенная глубоко проанализированная авторами информация заслуживает самого серьезного внимания со стороны философов и историков со стороны специалистов в области естественных наук физики и механики медиков и экологов политиков и военных и что особенно важно руководить государство эта книга прежде всего укор как тем главам государств которые знают существо проблемы НЛО преступно беспечны так и тем кто не желает ничего слышать об этой проблеме считая ее несуществующей подобная легкомышленность тех и других может привести в недалеком будущем глобальные трагедии человечества которую тогда уже не удастся предотвратить если не отнестись к ней серьезно сегодня с основными результатами исследования последствий воздействия ЛИО на нашу планету убедительно продемонстрировано в рецензивной книге следует ознакомить не только тех кто по своему высокому административному статусу имеет возможность организовать защиту от НЛО но и широкие слои населения чтобы каждый знал как следует себя вести при встрече с подобными объектами следует отметить однако классическая с рецензиями в начале что достигнуто а потом уже критикуются а некоторые критикуются начинают с того что они критикуют а потом забывают что уже все-таки достигнут следует следует отметить однако что приведенные в начале монографии результаты обширных статистических исследований проблем было бы лучше разместить в конце в качестве приложения поскольку они предназначены в основном для русских специалистов считаю что каждому человеку любого возраста и с любым образованием необходимо познакомиться с этой книгой доктор физико-математических наук профессор факультета участия математики и геометики московского государственного учебного москова Эдуард Еленович Семенников вот по поводу этой книги покойный Морик Забелычевский просил и ставить ему победимые черные руки он хочет остаться живым и холодным мы так и поступили сейчас я выпью водички и буду раскатывать выше с московского московского В 2002 году, когда мне исполнилось 75 лет, я снял с себя полномочия президента оказали информационологическую предупреждение в Акаде, меня избрали почетную президенту. Я поступил с политическим завещанием конференции в Москве, и тогда, 5 лет тому назад, а сейчас жизнь уплотнилась настолько, что каждый год можно считать за два, и там уже за три, даже за статар, я завещал создать в Академии экспертный совет по уфлогической безопасности, медико-петербургический экспертный совет, потому что главное – это защитить людей от этого воздействия, технических экспертный совет, а чем черт не шутят, может быть, по каким-то другим показателям, мы сможем постичь высокие технологии, кстати, ради этого-то и с тем, чтобы, так сказать, усилить свой военный потенциал и провести на секрете эту проблему, расширять связи там и так далее, и так далее. Но потом была следующая конференция, и там я выступал, и полагая, что уже достигнут какой-то уровень развития уфологии, и вот описательного, когда вот такие там показания людей по поводу его, причем все примерно такого, значит, содержания населения сообщают, вот пуля прилетела, и ого! И вот из этих показаний… Ну что же, вот недавно французы, государственная организация, ЖПАН, которая была организована в муни-космическом центре города Тууза, рассекретила свои массивы. Ну и что? Показания. Что с этими показаниями делать? Вот товарищ, говорит, пришел ко мне, говорит, я видела нового, я у него спрашиваю, Ваша жизнь после этого изменилась? Он говорит, нет. Я говорю, ну и привет. Что вы, так сказать, того? Ну, видела. Слава Богу, что вы уверены, что есть что-то такое, так сказать, да? И вот, во время катастрофы истребителя Су-27 на Скныниевском, в Украине, аэродроме, когда он рухнул в толпу. Через стенка показала рядом с ним прилетающий стержень, на который никто не обратил внимание. Тонки. Пустили, наверное. Я в этой книге целый парагога посвящаю особую виду его стержни и лишнеки. И там есть фотография, когда парашютист спускается, и рядом с ним прилетает вот этот самый стержень. Во время у американцев погибли два штата Челленджа и Колумбия. И всякий раз киносъемка показала присутствие в одном случае стержня, а в другом – Энголу. Значит, особый вид, который окружает нас от размеров нескольких сантиметров, до, я не знаю, там, полутора-двух метров, в том темновенный, незаметный вид неопознанного летающего лета. Это не экипаж, в котором сидят пилоты, но это логично ведущая связь система, обгоняющая, нагоняющая, заглядывающая, маневрирующая и так далее. Я просил обратить внимание на особый вид неопознанных летающих объектов. Вот на этом цветном снимке разного вида капли, клякса – красный, синий и зеленый. И некоторые, несмотря на то, что это копия, прошедшая через компьютер, прямо прожигают вас, прожигают взор. Это особый вид НГО, неопознанный. Нет, это не аппараты, это не звуки света, которые изрыгают энергию. Это нечто великатное, это перегревы невидимого мира, которые иногда не видны простым глазом, но они видны на фотографиях. Они видны на бытовых фотографиях, когда в компании вдруг какие-то весят шары. Иногда в компании вдруг появляется физиономия, которой не было в этой компании. Что это такое? Ведут себя разумом. И некоторые умельцы могут вызывать их. Это души умерших людей? Это другой, присутствующий на земле в каких-то местах вид разума? Вопрос надо изучать. Вопрос надо изучать. Астронавты, американские, которые были в Луне, космонавты наши. Принесли оттуда комплекс психических впечатлений. Более того, прибывая в космосе, измонавты говорили о том, что появлялись миражи, о том, что появлялись какие-то предметы, что психофидеологическое состояние человека в том пространстве совершенно другое. Тоже повод для изучения прибывания дамы. Для изучения космического пространства. Существует программа сети, которая приводится как поиск неземного разума или связь с неземным разумом. Вы посмотрите, еще неизвестно, существует ли внеземной разум как таково, внеземной. А это уже попало, как ответ, в название проблемы. Но это же нонсенс. Вместо того, чтобы написать «Исследование космического пространства». Ради нашего будущего. Нет, полностью разума. Ищут следы технологические. Если это высокоразвитие, обогнавшее нас цивилизация, многократно обогнавшее, то она живет по безотходной технологии, не выделяя вокруг ни цвета, ни света, ни вибрации, ни запаха. И найти мы таким образом невозможно. Нет. Тратя народные деньги, запускается на удачу туда, сюда, с этой задачей, так сказать, работают телескопы, гоняют энергию. Вместо того, вместо того, чтобы хотя бы трансформировать, сложительность, представление о мироздании, есть масса показаний. До сих пор, например, все считают, что вселенное развитие с обновлением стимулярового взрыва. Читаешь последние работы, понимаешь, что это чушь. А это продолжает учительство. Если изучать новые основы мирознания, то надо идти вот путем, который завещал вам Академий Александров. Сейчас я к этому вернусь. Необходимо обратить внимание, ну, естественно, желание человека, опираясь на существующий уровень знаний, построить летающую планету. Хотя это многократно по всем показателям, скажем, она превосходит возможности даже нашей космической техники, если считать это за высшие отчеты. В то же время некоторые исследователи начали работать в области нестандартных принципов движения и энергетики НО. Здесь и таковы. Ну, например, в области синтеза научно-технических достижений в области управления гравитацией. Или, изучая безреактивные движения за счет асимметрии вращения и формы вращающегося тела. Это Академия Геловани. Движения без нагрузки аппаратов из всех использующих энергии вакуума по принципу работы чакры. Здесь это написано. Я обозначаю. В области контактологии, как одного из направлений я хочу воздать должное комиссии о аномальном явлении географического общества, которое продвигает нас в области контактологии. Значит, обратить внимание, и поддерживать здесь, как инициатора Евгения Петровича, на так называемые контакты в развитии и контакты из поколения в поколение. Вот это ясно, это когда люди контактируются с поколением в поколение. Во взаимодействии с пришельцами. На гибридных существ, на внедрение двойников, в том числе и учреждения. Ну, есть такие вещи, вы понимаете, мы на них как-то не обращаем внимания. Для того, чтобы быть красивым уфологом, надо взять несколько классических примеров, сесть на этого колька и кататься на пельсе. Все. А все остальное, все химеры, которые никоим могут выклиниваться из общего, понимаете, неприятные, противные, неясные. Это обратно. Хотя, вот, настоящая технология, она лежит во втором, во втором, во втором, во втором, во втором, во втором. Хочу сделать замечание, не замечание, а пожелание одному из присутствующих в зале слушателей, которые выступают в комсомольской практике от имени географического общества, что так поступать негоже. Там мы читали не результаты деятельности географического общества на нашей территории. Мы читали пересказ иностранных достижений, истории, это само по себе интересно. Но это надо подавать не от имени географического общества, а просто как журналист, как переводчик, и не прорываться этой шириной, а по имени географического общества давать то, что происходит у нас на нашей территории. Дальше. Так вот, я хочу сказать, что академик Сахаров по-моему, в 19... А, да, да, в июле 1999 года в Леоне высказался о новых подходах к изучению Вселенной. Обратите внимание, мы изучаем фантастическую возможность, что в области космоса, отделенные друг от друга на мере арты световых лет, в то же самое время связаны друг с другом с помощью дополнительных параллельных входов, часто называемых червоточинами. Другими словами, мы не исключаем возможности мгновенного перемещения от одной области космоса к другой. Это перемещение было бы настолько быстро, что мы появимся в новом месте весьма неожиданно, или наоборот, кто-то внезапно появился бы рядом с нами. Я говорю о таких вещах, чтобы показать, какие вопросы поднимаются и обсуждаются на острие науки. Вот мне кажется, что именно здесь и кроется ответ на генезис НЛО, не связанный с их инопланетным происходением. Не так давно я получил приглашение на интеллект конференции, которая должна была проходить прямо на месте преступления, скажем так, в район города Новохоперска. на берегу Великих Абер это граница Воронежской и Волгоградской области. Значит, что пишут авторы конференции? Это резкий поворот вообще, да. Актуальность конференции связана с идущими в Солнечной системе и планете Земля изменениями, которые в скором времени способны привести, скорее неизбежно приведут к резкому изменению и траектории дальнейшего эволюционного развития планеты, человечества и биосферы к глобальной бифуркации, то есть разведлению, глобальной бифуркации и разведлению путей и к дальнейшей совместной эволюции. Так, обработка экспериментальных данных о росте народонаселения Земли, данных по развитию биосферы и планеты, а также данных о важнейших исторических датах развития человечества, явно указывают на наличие особой бифуркационной точки, временной точки символярности, лежащей во временном интервале от 2004 до 2025 года. 20 минут. С погрешностью оценки, около 30 лет, в котором ожидается резкая смена характера эволюционного развития планеты и человечества. Исследования показали, что предстоящая глобальная бифуркация в развитии человеческой биосферы планеты может привести не только к изменению траектории эволюционного развития человечества, но и кардинальному изменению свойств физического мира нашей планеты, включая изменения размерности и иных топологических свойств пространства времени, а также изменениям фундаментальных физических констант, физических законов и закономерностей. науки известны несколько глобальных общих планетарных бифуркаций в истории планеты, и именно они привели к зарождению на ней жизни и появлению разума. Важной особенностью предстоящей глобальной бифуркации станет бифуркация пространства времени, в результате чего ожидается рождение новых реальностей, пространственно-временных континуумов, не с целым, а с дробным числом измерений. Я вам потом покажу фотографию человека, который находится в точке рефуркации. Снято. И фотографию пространства искрепленного в точке рефуркации. Новые реальности с дробной пространственной размерностью, но у нас какая пространственная размерность, раз, два, три, четыре, это четвертое это время, близко их трём, являются переходными или промежуточными этапами развития Земли и её жителей. И после окончания переходных бифуркационных процессов, пространственная размерность нашего мира, как и сейчас, вновь встанет целочисленных, но уже больше, физика процессов, протекающих в пространстве дробной размерности, является самой фундаментальной, и одновременно самой малоизученной в теоретическом отношении задачи. так, исследования показали, сейчас будет перечисление проблем, которые затрагиваются вот этим моментом, исследования показали, что решение таких фундаментальных проблем, как макроэволюция пространства времени, космоса и сознания, физическая природа, сознание, природа мыслей и чувств человека, проблема воздействия на физические, химические, биологические процессы, тонкоматериальных энергий, мыслей и чувств, физика энергоинформационных взаимодействий, физика взаимодействия пространства временных континуумов и миров, разного числа измерений и разной топологии, проблемы динамики генезиса, нашей пространства времени, проблем эволюции физических законов и фундаментальных физических констант, включая константу скорости света, проблему управления физическими законами и закономерностями, а также значениями фундаментальных физических Констант, такое управление принципиально возможным при понимании процессов генерица пространства-времени, проблемы физики переходов квантовой системы из одного состояния в другое, речь идет о динамике процессов, происходящих внутри квантового туннеля перехода, а не об исследовании начальных и конечных состояний физической системы в квантовой механике или квантовой теории гонок. Физика процессов, происходящих в вакуумно-физических туннелях перехода, при рождении элементальных частиц из вакуума и их аннигиляции, пространственные временные континиумы физического вакуума физического мира не совпадают, и эти континиумы связаны вакуумно-физическими туннелями перехода. Проблема управления процессами открытия и закрытия вакуумно-физических туннелей переходов и их топологии для получения в физическом мире энергии из энергонасыщенного вакуума, а также управления физическими полями и законами физического мира. Проблема поиска уравнений единого физического поля, включающего наряду с известными физическими полями факторы сознания и жизни. Все эти фундаментальные проблемы современного естества сознания принципиально не могут быть решены в рамках любой научной модели, объявивающей лист лишь целочисленной размерностью пространства в мире. Поэтому все без исключения современные многомерные модели теоретической физики, включая многомерные теории суперстрон, многомерную гравитацию многомерной вакуум, а также все четырехмерные классические физические модели требуют кардинальной поводки в направлении исследования процессов, происходящих не только в системе пространства временных континуумов разной целочисленной размерности, но и в туннелях и переходах между ними. Пространственные временные континуумы туннелей и переходов, сшивающие двери разной целочисленной размерности в пространстве времен, и делающие эти континуумы открытыми живыми объектами, и делающие эти континуумы открытыми живыми объектами. Любая закрытая система, написано в скобках, в том числе и в топологическом отношении, обречена на быструю смерть. Любая закрытая система, обречена на быструю смерть. Автономная республика, прекратившая общаться с внешним миром, обречена. Закрытое акционерное общество, переставшее общаться с внешним миром, обречено. Закон диоректики, что любая система развивается за счет своих внутренних противоречий, по-прочему, любая система развивается за счет внешних раздействий. Направлено на стежащих. Кроме того, принципиальным качеством таких туннелей и переходов является их непроявленность для любого пространственного временного континуума, ценной размерности. И стало бы для нашего физического мира и нашего физического вакуум, организатор конференции, выявили место, где вот этот туннельный переход проявляет себя, и там решили провести ли конференцию. Сейчас я зачитаю. Не проявлено снижающих вне времени и вне пространства каждого из миров туннелей и переходов математически отражается их гиперкомплексности. Но это вообще математика, так сказать, или нет? Требование топологической открытости любого пространственного временного континуума, без которого, как уже указывалось, этот континуум не может быть носителем жизни и без которого не может зародиться жизнь сознания, живая система — это всегда открытая система, требует введения в общем случае бесконечного числа открытых взаимодействующих пространственных временных континуум разной топологии и разметности. Современные научные макроскопические воззрения на пространство и время рассматриваются как замкнуть и сам себе четырехмерное пространство бревной континуум. Поэтому не случайно до сих пор неизвестен механизм зарождения жизни и разума на Земле. Оставаться в пределах лишь одного пространства времени, то есть в пределах одного нашего атлетического мира методологически неверно, поскольку получаемые при этом выводы не будут даже в другом приближении соответствовать действительности. А вот по этой концепции мы с вами живем. Геоактивные аномальные зоны планеты, по нашим представлениям, являются областями подграничного взаимодействия пространственных временных континуум разной размерности, то есть арены контактов разных бюро. Тут, вы понимаете, очень большое взаимопрекновение физическое и тонких природов и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, вот это цель конференции и привлечения внимания мирового сообщества к замечанию актуальности проблемы исследования, гипотезы существования в физическом мире нашей планеты, областей разрывов топологии, то есть размерности. Пространство-времени, а также проблемы исследования физики процесса с непрерывным изменением дробной размерности пространства-времени в туннелях-переходах, связывающих единую систему, пространственно-временные континуумы Земли целочисленной размерности. Подписал председатель комитета конференции, кандидат технических наук, старший научно-сотрудник Грофоров Сергей Григорьевич, президент Воронежской региональной общественной организации, Международный институт глобального синтеза, где объединились ученые разных направлений. О чем речь? И это очень затрагивает технологию, что они прилетают к нам из какого-то параллельного пространства, используя вот эти самые тоннели. Снежный Человек. Он не может существовать в том количестве единиц, которых его очевидны. Значит, где-то эта популяция живет, размножается и появляется у нас, а потом и считается. Где-то они мгновенно ЛНО появляются, то есть откуда-то появляются и исчезнут. Вот эта фотография называется «расстроение», то есть натрий. Не разборился, а расстроился человек, причем он ничего не ощущал. А быстродействующая аппаратура сфотографировала в том районе, где вот это подполагается тоннельный переход. Это же не знаю, ну вот так я пойду, нет, я вот так пройдусь, вот так. А потом я туда буду. Начальник отдела, дед, серьезный человек. Он говорит, а я ничего не ощущаю. Здесь есть люди в этом зале, которые ничего не ощущали, вдруг теряли пейзаж. И местность становилась незнакомой. Здесь есть люди, которые вдруг несомненно, несло, ощущали себя и обнаружили через пять километров от этого места. Могу сказать, что в экспедиции Чернодорова целая группа. Санкт-Петербург оказалась переключенной на несколько километров. Они шли шепочкой, чтобы не пропустить архипадку. И совершенно неожиданно для себя, без каких-либо внутренних ощущений, инерции, оказались за несколько километров от этого места. Им пришлось предпринять усилию, чтобы определиться, где они находятся, и вернуться на прежнее место. Со мной тоже такое происходило, когда мне объявили тело, без каких-либо ощущений, на пять с половиной километров. Причем я оказался в той местности, куда я должен был попасть, перейдя два раза две асфальтовые дороги, луг и болото. То есть я никак не мог оказаться обойти в измененном состоянии. Тем более, что я был в назначенное время почти у дома в двух минутах ходьбы. И вдруг оказался за час от дома ходьбы, и мне пришлось, значит, этот час идти пешком. Такое происходило и с другими присутствующими здесь товарищами. И об этом же рассказывала Илья Федорович Бочовин, Татьяна Фоминская и другие московские уколы. Подмосковье, Перцево и так далее. Я думаю, что вот такие свойства нормальных зон, они присущи многим районам, не только России. Собственно, тут действительно нечего. Прогиб такой, такая жуга. Ровный должен был быть горизонт, а он вот... Прогиб. 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 В книге, которая подвергается презентации, в конце есть глава «Смена реку» Надежда Максовна. Она написывает, как она попала и путешествовала в этом червячем мире. Причем ее публикации примелись еще до того, как вот эта научная литература попала, так сказать, к нам в поле зрения, и это все совпадает. Поэтому говорить о том, что к нам прилетают инокронитяне, и применять этот термин – это невежество высшей магии. неизвестно, откуда они. Я получил в 2000 году патент международной организации, которая замыкается в итоге данной ООН на открытие не единственности человеческого разума во Вселенной. Здесь все время витает вопрос. Одинокий для Вселенной? Нет. И это открытие сделано на основе изучения неопознанных летающих объектов. В открытии показано, что, во-первых, это разум. Что такое разум? Это способность воспринимать информацию, анализировать ее для получения последующей информации, получать новую информацию для анализа и выработки адекватных реакций. Мы с вами назубные, в отличие от, скажем, муравья. Вот он дошел до реки, пошел вправо или влево, или назад. А человек дошел до реки, попробовал брод есть или нет. А нет ли тут плавсредства? А нельзя ли вот здесь вот, так сказать, да, сваргавить какой-нибудь плод? А может быть и в плащ, по Чапаевске поплыть. Ну и так далее. Вы понимаете, это совершенно другая система. Значит, НБО разумные. Они анализируют и поступают как-то. Ну, может быть, они нашимские? А чем же они от нас отличаются? Почему-то другая цивилизация. Со своим, своим технологизмом. Если взять за высший уровень технического достижения людей космическую технику, такого нет пока. Они ее на много порядков превзошли. Повороты под прямым углом на космических скоростях. Безинерционные. Прохождение сквозь преграду, не деформируя ни себя, ни преграду. Понимархизм. То есть изменение формы и содержания на глазах людей. Когда на глазах людей меняются габариты и существ, которые там есть. И самих людей они могут превратить в карлика. Такие есть примеры. То есть это надчеловеческий технологический разум. Это другая цивилизация. Таким образом на примере УНО удалось показать, что рядом, что во Вселенной есть другая цивилизация. И нигде не было ни с каждым доказательной части патентов, что это инопланетяне. Это другая цивилизация. А где она? Это надо искать. Это надо исследовать. То есть доказано, что мы с вами на этой земле не одиноки. Я предлагаю, что я затянул несколько своё выступлений. И пока только письменные. Можно ли рассматривать некоторые классы техногенных НОО как технические устройства для управляемого помещения перемещения во времени? То есть как машины временем. Спасибо. Если в нашей повседневной жизни бытовой и политической может происходить всё, что угодно, и где ничем ты являешься, то здесь не знанием основы мироздания может ставить вопрос так, как поставил его задолжение. А почему мироздания? Я вам хочу сказать, что чем больше занимаешься вот такими делами, тем больше возникает вопросов и тем больше расписывающих в своём незнании. Они только невежливые и ограниченные люди всё знают. Почему-то очень часто из этого контингента рекрутируются эксперты. Человек, который всё знает и ничего не хочет считать. Он заранее знает по фамилии того, кому надо учить экспертизу, что тут надо ответить. Следующий вопрос. Владимир Георгиевич, а нам хватит ваших книг? Надеюсь, некоторое количество вы привезли с собой. Нет, я с собой не привезли. Ну, во-первых, она тяжёлая. А где купить? А во-вторых, вы понимаете, в отличие от многих авторов, которые ищут спонсора для издания книг и сами занимаются их распространением, я эти никогда не занимаюсь. Всегда ко мне обращались издательства, и всегда они занимались реализацией. Другой вопрос. Если бы, допустим, при дефиците книг в Ленинградской книге торговли, можно было по телефонному звонку позвонить в издательство и попросить, чтобы они сюда, через какой-то свой местный орган, направили какое-то количество книг целевым назначением. Конечно. Ну, такое пробование поступало. Давайте по подписке сделаем. По подписке сделаем. Подпишемся сегодня и сделаем. Ну, подписывайтесь через книгу торговлю себе. Хорошо, через книгу. Выходит журнал «В мире книг». Там эта книга, это плата жена. Как только она появилась, она написана «Лидер продаж», потому что первый тираж смахнули буквально. Сперва. Хочу вам сказать. Вот, отойдя от организационного дела, я решил писать книги, чтобы не растрачивать себя, и вы сами понимаете, научно-общественная организация, не финансирование, не так вот, там надо цауровать. Ну, давайте, вся энергия уходила. Правда энергия уходила и на создание уфологической школы БАТИС, и на организацию тогда-то уфо-центра. Кстати, вот в одной из своих книг, один из присутствующих здесь в зале, автор книги, из этой в 2002 году, пишет об руководстве уфо-центра. «И говорить-то нечего». Я руководил все. Оно разложилось окончательно, присваивали тебе отличные знания, там, каких-то спекуляций. Ну, вот это еще живого голоса, простите, он еще молодой. В 2002 году. Хотя уфо-центр прекратил существование в 1995-м за финансовую стоимость. То есть, он даже не сообразил, что 7 лет уфо-центр не существует. Отлично. В этом самом, в настоящем деле. Ну, вы понимаете тут, если на эту тему надо работать. И вот тогда я решил писать книги. Хочу сказать, что в этом году выйдет мой пятитонник. Ну, как вы думаете, а где? Первая книга будет. Вы понимаете, книга серьезная. Но из рекламных целей, книги серьезные, приходится называть их «Хлестка». Первая книга – «Погоня за льдом». Вторая книга – «Хроника времен летающих тарелок». Третья книга. Третья книга – «Перегримы невидимого мира». В скобках метафизика контакта, потому что физикой это не объяснить. А метафизики – это после. Метафизики – это после физики. Этим объяснить можно. Вместе с доктором философии наук Волковым. В честь его дела, которые поднимают эту проблему. Четвертая книга. Четвертая книга переиздается, без изменений, под колпаком иного разума. Пятая книга – «Подводные НЛО». Потому что сейчас уже ясно, что есть подводные базы НЛО. Сейчас уже ясны наши пограничные конфликты между Индией и Китаем. Я считаю, что есть базы НЛО в труднодоступных районах Гималаев. Делайте мне записки. Еще какие вопросы? Важный вопрос. Да, пожалуйста. Вот, Владимир Горщик, он вам задает такой вопрос. Если они настолько умные, почему число их катастроф превышает число автомобильных катастроф в России? Глупости. Ну почему они так терпят? Ну глупости, глупости по числу катастроф. Кто вам сказал? Нет. Вы понимаете меня? Это я утрирую. Почему что-то они терпят катастрофы, раз они такие умные? У них возможности не ограничены. Они, в принципе, не должны терпеть катастрофу. Значит, не очень. Это вы спросите у них. Можно задать вопрос? Ну, я вам хочу сказать, что что-то... Вот Смарьяков, который работал по секретному... по секретному проекту. Он сказал, у нас нет ни одной летающей полете в России. У нас элементы есть какие-то... фрагментов. Я вам скажу, как эти фрагменты получались. Я держал в руке. В районе Пятигорска. Встретились два МНО. И... началось страживание. Один послал навстречу другому Шарик. Этот Шарик упал. Фамилия... в огород... грамотного человека по фамилии Дашибу. Он фрагмент это прислал в Москву. Мы отдали Всероссии... Всесоюзный институт авиационного материаловидения. Лучший в Европе. И тот показал, что вот эти вот фрагменты такого рода у нас не пропускаются. Вот такие фрагменты мы имеем в России. А то, что вы утрированно сказали, я даже пошагнул. Понимаете? Я даже ответил за это всё это чепуха. Пожалуйста, вы потом выкидите. Да. Владимир Георгиевич, я очень внимательно проработала весь ваш трёхтомник «Уфологическая мистерия». Все три книги. «Резервация», значит, «Трифория», «Резервация» и «Сотворение мира в день восьмой». И вот там приводите вы факты. Вот я сейчас хотела уточнить, что американцы взяли вот эти фактологию всю, провели через компьютеры и выяснили, что вот после этих контактов соотношение такое. Где-то около 20%, ну там 18-19 вы точно указываете в книге. Вот. Значит, это как бы вот по мифологии, по Библии ангелоподобные. То есть после этих встреч у людей там открываются творческие способности и т.д. и т.п. Пятая часть. Значит, где-то 60% — это нейтральные контакты, как мы и муравьи в лицу. И вот последняя часть — это, так сказать, демонобразные. То есть те, которые и вставляют в человеке увечья физически, психически, да и просто разуплотняют. Скажите, пожалуйста, вот это действительно как бы так? Вот сейчас есть какие-то коррективы? Или это все-таки вот как книги? Я вам хочу сказать, что... Ну там тоже приводится обзор авторов, потому что, вы понимаете, это настолько многоаспектно, что приходится и оттуда брать, и оттуда брать. Книги пишутся с помощью книг и статей. Вы понимаете, да. Значит, это американские данные. А вот данные учреждения, которые я возглавлял, уфологического центра. К нам за два года, значит, уфологический центр работал пять лет. За это время он выпустил учебный курс 16 в прошлом. Организовал очную и заочную флогическую школу базис. Мы учили людей. Окончили пять с половиной тысяч человек. Организовали всесоюзную, потом всероссийскую флогическую ассоциацию. Объединили 180 центров. Тогда их было 180. Изготовили какие-то приборы. Сделали то-то. Выступили в Государственной Думе. Учили так и так далее. За два года к нам обратилось порядка 500 контактантов. Я употребляю слово контактант, потому что контактёр в переводе с иностранным обучает силовой электрический замыкающий прибор. Да. Вот. Контактантов. Из них девяносто, ну грубо говоря, девяносто пять процентов надо было лечить. Понятно. Или они получили какие-то явные физические травмы. Или они получили психические травмы. Их надо было возвращать в социум. Остаётся пять процентов. Когда у людей открываются какие-то способности. Он начинает живописать. Он начинает лечить. Он начинает проникать куда-то и так далее и так далее. Так что вот по нашим данным... Сергей Павлович, пожалуйста, Ваш вопрос. У меня вопрос такой. Пожалуйста. Вы согласны с Вашим рецензентом, что у нас не было падений тарелок на территории Союза России? Не только падения, я имею в виду попадания в руки военных. Всего. Там и люди были, и аппараты собрали. Ну, если бы здесь был Вадим Павлович Чернокров, я понял вопрос. Я бы сейчас отвечу. Если бы здесь был Вадим Павлович Чернокров, он бы... А меня не было. Он бы вам рассказал, как он видел документальный фильм военных допроса «Инопланетянин», как он называет. А потом, когда я с ним поговорил, он говорит, ну, это был игровой фильм. Я говорю, зачем вам это писать в печати? Я хочу вам сказать, что настолько почтен рецензент, и настолько у меня нет данных, ну, нет данных, понимаете, то есть это, о катастрофах НГУ на территории СССР, что я вынужден к его власти не согласиться. У меня нет таких данных. А как вы относитесь... Минуточку. Вы понимаете? Вот в этой проблеме, конечно, было бы лучше всего самому быть очевидцем, либо езжать куда-то на расследование. Я не был таким очевидцем. Я имею в виду, как вы относитесь к статье Юрия Елкова «Чудеса и приключениях», 7-й, 8-й, 9-й номер за 98-й год. Я не читал эту статью. Вот я советую вам прочитать. Дело в том, что я самим Елковому говорил, он как раз служил в войсках на Дальнем Востоке, в районе вот этого нашего нового космодрома. Я забыл, как он называется. Свободный. Свободный. Вот в районе Свободный. Он там служил. И сейчас он режиссер, работает в Минске. И вообще его просил приехать к нам сюда, но он как раз был занят съемками, он мог бы рассказать о этом деле. Дело в том, что этот материал был опубликован им в журнале «Чудеса и приключения» номер 7-й, 8-й, 9-й за 98-й год. Это московский журнал. Тебе, Павлович, я там не служил. Я могу доказать? Я с ним самим разговаривал. Он говорит, в районе. Он не говорил, что именно в этом месте конкретно. Он говорит, в районе. И там было падение. И тарелка попала на военных. И он как раз был фотографом. Фотографировал там себя. И описал подробно все, что он там был. Если вы помните в начале своего выступления, я говорю, по секретности. Тогда по секретности. Вы понимаете, я как представитель научно-общественной организации. Я вообще могу ничего не знать. И только так сложилось, что я попал в начальник прозетного управления военного флота. Он был моим первым командиром, когда я пришел служить на Северной флоте еще штурманом подводной лодки. Ну и вообще, так сказать, после подводной лодки Северенко... Ну, короче, я флотский человек. Ну, вот мне показали вот эти самые вещи. Да. Трудно сказать. Более того. Вот эта известная синяя тетрадь, когда в адрес Уфо-центра КГБ выставила скопившиеся в их показаниях. Я не уверен, что они все выставили. Они, чтобы избавиться от нашей просьбы и, может быть, от лишней головной боли, вот, на тебе Боже, что нам не будет. Может быть, и так. А может быть, откровенно выслали, потому что еще такого не было. Хотя... Хотя... Мне, вообще-то, показатель того, что были две муштельские работы... Их несколько было. Там нить, там и так далее, и так далее. Когда хотели партизанским наскоком, изучив НБО... По каким-то данным изучив НБО... Сделать такую же тетрадь или такую тетрадь... Ну, и ничего не получилось, естественно. Я не знаю. Во всяком случае, пока... Я доверяю Эдуардовичу. Владимир Владимирович, я полностью разделяю Вашу концепцию о гибельности любых самозакрытых систем. Ну, советский товарищ, почему погиб? Потому что был слишком, слишком... Слишком был самозакрытой системой, и нас, собственно говоря, разрушила внешняя капиталистическая кровать, да, так утрирую... Нет, ну это всё... Политика и нацотехника... Всё это понятно. То есть, Вы рассматриваете человечество, как некую сейчас систему... Мы все можем рассматривать, как некую закрытую систему, да? И... С Вашей точки зрения, значит, мы обречены, если будем слишком закрыты, то обречены на гибель. С другой стороны, в Вашей лекции рассматривается, что мы должны однозначно отрицательно, агрессивно воспринимать любые попытки взаимодействия с нашей организацией внешней силы. Отвечаю. Мы должны изучать космическое пространство ради нашего будущего. Нет, вопрос философский. Как всё-таки относиться к... Философский. Мы должны изучать космическое пространство. Мы должны изучать всё. И человечество, оно не станет на месте. Оно бурит внутрь. Оно летает туда. Но, значит, вы понимаете, мы ищем. Мы не закрытую систему. И мне бы не хотелось, чтобы человечество было закрытой системой. Владимир Георгиевич, я бы хотела спросить, вот там есть факт в Вашей биографии, как раз Вы его коснулись по поводу Вашей службы на подводной ловке. Помните, Вы описываете, где Вы на очень большой глубине по заданию нашего руководства вели определённые исследования. И Вы с Вашим коллегой зарисовали какое-то совершенно необычное морское существо. Вот есть продолжение, которого нет ни в одной энциклопедии, биологи не знают. Так вот есть продолжение этой истории? Так и нет. Какая жалость. Какая жалость. И ещё вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько лет Вы возглавляли, вот не центр, а вот именно уфологов? Потому что там очень много в Вашей трилогии интереснейших фактов, учёных которых Вы потеряли, о приборах новых, которых, аналогов нет в мире, ну и так далее. Может быть, несколько слов об этом, если можно. Вы понимаете, с детства я непрерывно что-нибудь возглавлял. И в 1975 году, когда начались мои уфологические экзорсисы, я сразу понял многоаспектность этой проблемы, и не стал искать единомышленников. Мы организовали Московскую онфологическую комиссию общественную. А поскольку их было много, то назвали имени Целковского. Это был 1976 год. Сейчас в Академии безопасности я возглавляю урок по уфологической безопасности, «Уйдя, он с поста уже водителя Академии». В руководящего округа Илья. Философия не поздно указали философские науки. Вот с 1976 года непрерывно. Потом все это в разных модификациях, значит, все это. После того, как уфологический центр закрылся из-за того, что из-за Олега нельзя было платить, и кто-то нельзя было платить, значит, Международная Академия информализации пригласила, для меня, сожалению, неожиданно, работать в них и создать там отделение уфологии и биомерной информатики. А потом это трансформировалось, выходя из информационных и биологических. Вот по поводу приборов уникальных. Когда вы выезжали, вот, ну, группу выезжали ученых на место, где люди говорили, что приземлелась там тарелочка или треугольник, и по деформации пространства вы определяли, может быть, ну, конечно, без ноу-хау, но хотя бы в общих чертах. Вот что это за... в какой области, по крайней мере? Это электромагнитное излучение или все-таки гравитацию вам как-то удалось замерять, или что, или вот, расслоение на уровне вакуума пространства, если можно... Ну, все началось с кварцевых измерителей времени, потом с приборов, которые позволяли по продавленности опор, опорами НЛО грунта определять опорную способность грунта и пересчитывать в массу объектов. Вот, вот, указание, такое вот у нас, по уровню, 13 тонн. Теперь покойный Забелышевский составил техническое задание и был изготовлен прибор полевых исследований «Сталкер», который измерял гравитационную составляющую, магнитную составляющую, изменение атмосферного электричества, аномалию, на расстоянии до 20 км, потому что НЛО на оси членочного заряда приводит. Кварцевый там был измеритель. Вот такие, я считаю, что это не шибко. Умные приборы, но в всяком случае что-то будет сделано. В Северной Атлантике в январе в месяце 1959 года на глубине 120 метров, в условиях полярной ночи, при включенных наружных прожекторах подводной лодки «Северянка», при оборудованной, это первая, кстати, в мире, в учреждении подводная лодка, при оборудованной из подводной лодки 613-го проекта, вместе с ифтеологом Полярного института Парисом Соловьевым, это была наша личная бахта, мы обнаружили существо, которое мы назвали Лира. Лира. Эмблема поэзии. Лира. Лира. Представьте себе, перебернутую, например, ногами лиром, вот в этом основании, как цветок, как пламя горит, тело, которое вот так и переливается, и две изумрудные, с такими, как шлагбаумы, лапами, и вот таких штук 10-12 прошло. Мы пытались сфотографировать, но мы знали заранее, что плантоном, который дает засветку, что ничего не получится, так вот, наоборот, зарисовали, и вот в книжке «Северянка уходит в океан», эти рисунки приведены. Книжка была именно в 1961 году географизма. Владимир Георгиевич, у вас есть связь с городом Королёва, с АКБ-1, где Королёвская, Королёвская космическая фирма? Нет. Но я в городе Королёв был в цели управления полетами. Дело в том, что когда мне пришлось заниматься космосом, значит, в то время ходили такие слухи, что в 50-52 году в наши руки всё-таки попала тарелка. И по указанию Сталина Королёв анализировал её с конструкторами, но сделал вывод, что это настолько совершенная техника и не свойственная земной, что мы не могли на тот момент ничего сделать. Я сейчас отвечу на вопрос. Вот, может быть, это самое... Нет. Вот в книжке, которую я назвал «Хроника времён летающих тарелок», там факт участия Королёва в проблеме НЛО расписан. Никакого материального свидетельства не было. Он, по заданию Сталина, штудировал литературку в течение трёх дней заграничных и сделал вывод, что такая система может существовать. Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, вот, собственно, всякая наука, так же, как и очевидные волоки, должна иметь прикладное значение для общества. Ну, собственно говоря, я имею в виду, может быть, это сам летательный аппарат и так далее, собственно. А кто вам это сказал? На очереди есть на фундаментальную и на прикладную. Прикладное значение же должно быть. Ну, в конце концов, в конце концов, в конце концов, уфология, она уже реализует прикладное значение. Например, в нашей колене есть институт послеконтактной реабилитации. Вы понимаете, самое название – это чего? Имеет прикладное значение. Это прикладное значение уфологии, так сказать. Ну, и так далее. Да, в таком случае, собственно говоря, что, значит, вот, что имеется в виду? Есть ли какие-то контакты, собственно, активные, может быть, с инопланетянами там, или там, собственно... С пришельцами. С пришельцами, а с других миру, которые, собственно говоря, помогают именно получить эту информацию для построения каких-то, вот, систем прикладного такого дела. с инопланетянами. Пожалуйста, уточните. Вот это хотелось бы, вы понимаете, но обычно вот есть исторические какие-то аналоги становления науки, там, 50 лет. Ну, где-то вот уфология, так сказать, вот, целесообразно к этому сроку подходит. Все правильно. Так, в итоге мы вообще хотим получить какой-то результат. Это все понятно, так сказать. Ну, пока вот его... Вот он пока в таком виде. Тунгусский феномен и Эмилу. Очень сложный вопрос. Но то, что это небо на метеорит, это уже сейчас ясно. Какая роль там неопознанная товарища объекта надо изучать? Есть предположение, что гравий болит, выходящий из центра, ну, там, где-то, из магматических, там, слоев земли, мог вылететь наверх со взрывом и повредить землю. И вот его при взлете сбил мину. Есть такая гипотеза. Ее надо изучать. Есть гипотеза, что Никола Тесла во время своих крупномасштабных экспериментов пустил в этом направлении импульс мощный, который вызвал эти все земли. есть гипотеза, что все-таки что-то летело куда-то сверху. И что где-то там, в районе Бурострова Таймы, стартовал из своего закрытого полигона дежурный и неопознанно летающий объект, который охраняет землю, совершил несколько каких-то вот там промежуточных маневров, маневров избил это. Картина усложняется. Вы понимаете, это настолько актуальная, глубокая тема, что отдельным коллективом ее не решить. Для начала нам нужно уфологическое посвящение населения, в том числе и по технике безопасности, уфологическое посвящение студентов в программе «Концикты современного сестра знания» в нескольких институтах. Да. Книги натуральные. Теперь не эти смехоподобные ток-шоу, телевизионные, а серьезные, так сказать, выступления. Ну и так далее. И самое главное, самое главное, очень трудно переубедить сильных миров, сильных, которые заболокируют эту систему, эту проблему помощь. Когда к ним обращаются с вопросом. Друзья, у нас вышло время. Учитывая, что это долгожданная встреча, я все предоставил нам выступление и на возможность задать вопрос. Сейчас бы мне хотелось, прежде чем выступить от имени всех, поблагодарить своим же Георгиевичем за прекрасное сообщение. Ему недавно получили от Федерации космонавтов медаль имени Гагарина. Мы, значит, дали ему от комиссии буклет с фотографиями Гагарина и Королева. Спасибо большое. Благодарю вас за внимание. Желаю вам успехов в жизни, в деятельности и в постижении тайны. приезжающих нам все. Так получилось, что мы очень старались, чтобы члены комиссии, по крайней мере, члены бюро, знакомые с книгой Владимира Георгиевича Георгиевича Джаджи. И, конечно, наверняка многим хотелось выступить, но, учитывая, что времени нет, я как-то сделаю обобщенное выступление. Но, могу сказать, что, действительно, книга востребована. В Питере ее найти очень трудно. Она стоит от 140 до 260 рублей. Там, где 260, она лежит, 140, я случайно обнаружил, после того, как купил за 200. по-третьему. Мне бы хотелось сказать, что мне очень приятно было познакомиться с великолепной, достойной реценцией профессора Дмелькова. Я ее знаю, на конференции познакомились. Действительно, эта книга нужна, и она нужна во всех сферах, и, прежде всего, в власти. было бы очень приятно, если заинтересовались верхние структуры. Ну, и мне хотелось поблагодарить Владимира Георгиевича за тиражирование трудов шуфологов Петербурга и Ленинградской области. Те величины, которые мы выпускаем, они и